Движение автомобилей на участке трассы А146, что рядом со станицей Нижнебаканская, сегодня ничего не мешает. Хотя совсем недавно водители стояли здесь в пробках из-за дорожных работ. После капитального ремонта проезжую часть расширили. Насколько качественно все сделано, сегодня оценил губернатор. Также Вениамин Кондратьев напомнил дорожникам, что с началом курортного сезона нагрузка на эту автомагистраль увеличится, так как она ведет к Новороссийску. Строители пообещали, работы полностью закончат в августе, а до этого обеспечат беспрепятственный проезд автомобилей. Я хотел бы оттолкнуться от реальной сегодняшней ситуации, от тех проблем, о которых нам сегодня говорят жители Новороссийска. Район, допустим, Верхней Баканки, то есть он напряженный сегодня с точки зрения транспортного движения. Потому что люди-то они на самом деле требуют не долгосрочную перспективу. Живут-то они и не только завтрашним днем, но и сегодняшним. И вот эти проблемы нам нужно решать. Если мы их не будем решать, расшивать, как говорится, тогда все, что мы им показываем, будет неинтересно. Пропускную способность увеличат и на самом подъезде к Новороссийску. Здесь построят новую транспортную развязку. Уже сегодня ее проект готовят к экспертизе. Новая дорога пойдет в обход города. Ее протяженность больше 12,5 километров. Жители Новороссийска должны тоже понимать, когда транспортная объездная, вот эта так необходимая им дорога реально начнет строить. Потому что сегодня Новороссийск задыхается от того транспортного потока, который идет непосредственно через город. Мы на сегодняшний день подошли уже к экологической экспертизе. Соответственно, при получении положительного заключения экологической экспертизы, мы готовы идти в главгосэкспертизу. Это предпоследний шаг. Главгосэкспертиза сколько? Три месяца. Три месяца. То есть, в идеале, если все хорошо, к осени мы можем предупредить строительство. К осени мы можем уже понимать, что мы выходим с экспертизы. Это логично, потому что летом все равно строить никто не будет. И здесь и так без нашей строительной техники хватает заторов на дороге. А вот осенью, если мы к 1 октября выйдем непосредственно к строительству объездной дороги в Новороссийск, то считайте, что задачу мы выполнили. Отклонения в сроках начала и окончания работ быть не может, акцентировал внимание Вениамин Кондратьев. А проблему загруженности новороссийских трасс нужно решать комплексно. Если здесь уже грузовики прямой идут на порт, все, мы разгружаем город полностью. Если сегодня мы решим вопрос только по строительству транспортной развязки, без решения проблемы объездной дороги вокруг Новороссийска, то не решается проблема, потому что мы просто пробку отодвигаем. А нам нужно так, чтобы транспортная развязка разгрузила подъезд Новороссийску со стороны Крымска, а дальше объездная дорога приняла на себя львиную долю автомобилей, которые сегодня заходят в город. Мы долго ждали жителей Новороссийска, объездную. Много поколений властей эти обещания отдавали, но вот на наших плечах сегодня находится их выполнение. Я вас заверяю всех, что мы выполним. Добраться должно стать проще и в Геленджик. Рядом с курортом планируют построить две развязки. Одна из них будет практически на въезде в город в районе сел Девноморска и Просковеевка, а вторую уже на выезде в сторону Новороссийска. Это будет современная четырехполосная трасса. Здесь будет полностью раздельное трассирование, которое не будет никаких сопряжений смежных потоков, которое позволит избежать как лобовых столкновений, так и попутных столкновений. Самое главное, сроки строительства развязки первого этапа этой развязки предусматривается на 2018 год. Сроки должны быть понятны и мне, и нам, и жителям. В первую очередь Геленджика, потому что речь идет сейчас о Геленджике. На дорожную инфраструктуру Кубани теперь влияет и мост в Крым. Когда его откроют, поток транзитного транспорта через Краснодарский край сразу увеличится. Большинство едут по Н4 Дон, напрямую через краевую столицу. Чтобы избежать коллапса в городе нужна новая дорога, которая проходит мимо населенного пункта. Такой альтернативой станет дальнезападный обход Краснодара. По проекту он начинается недалеко от станицы Новотитровской. Не исключено, что новую дорогу свяжут с южным и восточным обходами. В таком случае вокруг Краснодара получится объездное кольцо. Протяженность самого западного обхода составит 55 километров. С открытием Керченского моста мы должны четко понимать, что транспорт, который пойдет туда, и легковой, и грузовой, в Краснодар уже заходить не должен и не может. Дальнезападный объезд, трасса на Керченский мост, они должны сегодня строиться максимально быстрыми темпами. Я думаю, что в конце 2018 года у нас будет уже положительное заключение главгосэкспертизы, которая нам позволит начать строительство дальнезападного обхода где-то в 2019 году. Транспортная инфраструктура, состояние дорог, их пропускная способность для Краснодарского края, как транзитного и курортного региона, вопросы далеко не праздны. В нынешнем году объем дорожного фонда Кубани превысил 28 миллиардов рублей. Денег достаточно в дорожном фонде сегодня, чтобы ремонтные работы на дорогах были видимыми и ощутимыми. Здесь тоже должен быть график ремонта дорог в муниципалитетах. Он должен быть прозрачным, понятным и тоже измеряться не в километрах, а в конкретных улицах. И жители того или иного муниципального образования должны контролировать, насколько фактическая ситуация совпадает с графиком, о которых изначально заявил тот или иной глава муниципального образования. Такая практика уже была в прошлом году. Давайте, коллеги, ее просто сохраним. И не только в этом году, но и в последующие годы. Это принципиальное мое требование. Прозрачность и открытость. На деньги из дорожного фонда в регионе планируют отремонтировать 650 километров дорог и 15 мостов. На улучшение муниципальных трасс направят 7 миллиардов, а на участки регионального значения выделят более 21 миллиарда рублей. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24.